Троица – это великий православный праздник. В этот день мы вспоминаем событие, которое произошло через 50 дней после воскресения Христова. Святой Дух сошел на апостолов, и они отправились проповедовать Христа Воскресшего всем народом. В детском саду на празднике присутствовали воспитатели и дети подготовительных групп. Со словами приветствия к детям и всем собравшимся обратился отец Валерий. Патюшка поздравил душколят с праздником Святой Троицы, рассказав в доступной ребятам форме о событиях радостного праздника. Ни один художник в мире не сможет создать такую красоту, как, например, обычное поле, на котором растут обычные ромашки, одуванчики. Вот какая же это красота, согласитесь. Даже вот обычные листочки, посмотрите, как это красиво. Это все создал Господь, он величайший художник, и сделал это потому, что нас любит. Ребята этим праздничным утром читали стихи, водили хороводы, участвовали в конкурсах, пели и плясали. С давних пор люди прославляли и оберегали лес, а больше всего народ любил березку – символ добра, любви и чистоты. В Троицу нельзя было рубить и ломать лес, за исключением маленькой березки. Ее наряжали, как красивую девицу, в сарафан, платочек и ходили с нею по домам в гости. Через этот праздник воспитатели знакомят детей с обычаями празднования Троицы, воспитывая тем самым любовь к русской народной культуре, ее традициям, уважение друг к другу, заботу о природе. Я думаю, вот эти праздники, вот эта духовность, которую мы пытаемся внести в такие праздники, они, конечно же, они как бы прорастают в каждом сердечке детском. И когда-нибудь они, конечно, дадут свои ростки, добрые плоды, потому что любовь и доброта, она, конечно же, спасет мир. В заключении праздника, следуя народному обряду, дети с удовольствием украсили березку венками и лентами.